Президент Украины посетил Одессу. Свой официальный визит Петр Порошенко начал со встречи в Одесском порту с руководителями всех силовых ведомств Одесской области. Там он сообщил, что перед приездом провел негласную проверку рынка седьмой километр. Из 11 предпринимателей ни один не имел на руках таможенных документов на товар. Это говорит об укоренившейся контрабандной схеме перевоза грузов через границу, что существенно бьет по бюджету страны. Петр Порошенко передал документы правоохранителям, чтобы те разобрались с ситуацией. Если же положительного результата не последует, пообещал отправить их в зону АТО. Президент Украины также сообщил, что назначил главой государственной погранслужбы участника АТО генерал-лейтенанта Виктора Назаренко. Он был заместителем предыдущего главы ведомства Николая Литвина, которого уволили 6 октября. Порошенко высказал надежду на то, что опыт Назаренко поможет улучшить результаты борьбы с коррупцией в таможенной сфере и препятствовать попаданию контрабанды на территорию Украины. Виктор Александрович, я маю намер сьогодні подписать указ про ваше призначение головою прикордонной службы. И вот Орден Красной Звезды, который на вашем мундире, дает мне предыдущие, что ваше афганское прошлое и ваша деятельность в зоне АТО даст вам достаточно моральных предыдущих для того, чтобы мы прекратили участь прикордонников в коррупционных схемах, проникнение товара через зеленку и подобные позиции в портах Украины. Несмотря на сильный дождь, президент также посмотрел новые терминалы в порту, затем отправился в оперный театр для демонстрации своей программы развития страны до 2020 года. Презентовать программу президент доверил своим подчиненным, заместителю главы своей администрации Дмитрию Шимкову и министру регионального развития, строительства и жилищного коммунального хозяйства Владимиру Гройсману. Мы должны до 2020 года подойти до момента, когда мы готовы подать заявку к членству в европейской сообществе. Есть очень четкие критерии членства. 35 критерий Копенгагенских. Это четкие векторы движения. И мы выясняем первый – это стали развитие страны, это безопасность государства, бизнеса и гражданинства. Это ответственность и социальная справедливость. Стратегия развития включает 62 реформы и специальные программы. Согласно ей, до 2020 года ВВП на душу населения должен увеличиться более чем в 4 раза. Практически в 10 увеличится приток прямых иностранных инвестиций. Доверие к судебной системе у граждан должно будет составлять не менее 60%, а общим уровнем жизни должны будут быть довольны 90% украинцев, продолжительность жизни которых увеличится минимум на 3 года. После презентации программы развития 2020 Петр Порошенко вручил награды участникам АТО, а также вдовам погибших. Батальонные тактичные группы. Ответив на вопросы присутствующих, президент обратился к одесситам с эмоциональной речью и рассказал, когда Одесса станет по-настоящему европейским городом. Ну а после Порошенко добавил, почему считает, что реформы должны начаться именно в Одессе. Потому что отсюда много ближе до Берлина и Парижа. Общаясь с одесситами, президент пообещал, что Одесса останется мирным городом, по улицам которого отныне не будут ходить люди в балаклавах.